МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С марта в Республике Молдова могут начаться масштабные акции протеста, организованные некоторыми кишневскими политиками, которые финансируются Российской Федерацией. Вы, в свою очередь, ранее призвали оппозицию и народ выйти на акцию протеста 13 марта. Вопрос. Направлены ли ваши действия на дестабилизацию Республики Молдова? Вы знаете, я очень внимательно посмотрел пресс-конференцию директора СИБА. Я вам даже скажу, я ее пересмотрел два раза. Обычно я смотрел, например, для того, чтобы помочь в будущем Додоне, я смотрел два раза фильм или три «Побеги с Шоушенка» или какие-то другие. А тут пересмотрел, потому что мне было... Я знаю, что он не из системы, то есть человек, который к спецслужбам никогда не имел никакого отношения. Многие мне говорили, он хороший юрист. И вот я себе выписывал какие-то его цитаты, для того, чтобы понять, куда он клонит и вообще зачем эта пресс-конференция, что за ней последует и так далее. Так. Я четко понял, что он прочитал ровно то, что ему дали прочитать, то есть как бы готовый материал. Кто ему дал готовый материал? Ну, вы понимаете, сегодня мы четко понимаем, что у нас директор службы информации, так же, как и другие первые лица нашей страны, неважно, в силовом ведомстве, правительстве, они все, если не все, то почти все контролируются извне. Значит, первое. Все, что сказал директор СИБА, под это после его заявлений можно не то, что снять с выборов, а можно запретить абсолютно все партии, которые есть, зарегистрированы сегодня в бывшем Минюсте, сейчас этим занимается ОСИПе. Значит, два. Значит, все обращение построено на том, что, ребят, либо вы поддерживаете ПАС, ну, внегласно он сказал, и все то, что они предлагают, либо вы должны прекратить свою политическую деятельность. Три. Господин Мустяца господин Мустяца позволил себе вещи, которые не может позволить себе ни один руководитель, ни одной специальной службы на земном шаре. Когда вот он, например, говорит, что вот есть политические силы, которые хотят подорвать там референдум. Так, послушайте, в любой стране мира кто-то за, кто-то против, и неважно, это референдум или какое-то другое событие. То есть, в общем, я еще раз убедился в том, что то, с чем наша партия шла на выборы в 2021 году, и то, что я предлагал как кандидат президента в 2020 году, значит, 100% нужно реализовывать, а именно ликвидировать СИБ как структуру, ликвидировать Центр по борьбе с коррупцией, из этих двух структур создать одно, как оно будет называться, вопрос обсуждаемый, было много споров на эту тему, потому что сегодня пол СИБа бегает в западное посольство, вторая половина бегает в российское или какие-то другие, хотя в российское посольство сегодня их бегают процентов 10-20. Поэтому зачем сегодня спецслужбы, у которой есть даже свой специальный транспорт, который привозит сотрудников спецслужб, которые находятся там под дипломатическим прикрытием, работают у нас в Молдавии, их завозят сегодня на территорию СИБа, проводят там какие-то совещания, планерки, они получают доступ к самой секретной информации, которая иногда должна иметь доступ в стране не больше двух-трех человек и так далее. Значит, основная часть специалистов оттуда ушла, там есть хорошие специалисты в техническом отделе, есть нормальные сотрудники в любой спецслужбе. Вот из всех этих нормальных нужно новое. СИБ, это сегодня не... Понимаете, они пытаются сегодня показать, что они инструмент справедливости, но на самом деле они сегодня оружие угнетения. И политиков, и граждан нашей страны. СИБ – это структура, которая должна работать на предотвращение. Значит, я не видел сегодня какой-то фактуры. Если у них есть претензии к каким-то политикам или партиям, выйдите, назовите имена, фамилии. Но вы выступили так, господин директор, что туда подходят и экологи, и социал-демократы, и либералы. Вот он уже сказал, что и пророссийские там партии есть, и промолдавские, и проевропейские и так далее. То есть, ну, это просто какое-то безобразие. В четверг, кажется, была пресс-конференция. Вероника Драголин, глава антикоррупционной прокуратуры и Верия Черновуцяну, глава генерального инспектората полиции, вышли и сказали, вот именно группировка Шора, вот, нашли 5 миллионов. Да, я видел эту пресс-конференцию. Сейчас приходится смотреть. Ну, вот и имена, господин Уссадов. Нет, послушайте, они там называли и проевропейцев, и партии, которые выступают за них, они назвали вообще всех. Я говорю про господина Мустяца, понимаете? Значит, что мне известно на данный момент? Значит, готовится возбуждение уголовных дел и аресты на часть политиков, которые будут в март-апрель, включая журналистов, блогеров. Значит, вторая часть операции запланирована на август-сентябрь. Что меня удивило? Вот если вы посмотрите, по-моему, вторая страница, я смотрел потом письменный доклад директора СИБА, значит, там есть такая интересная фраза, если перевести на русский язык, примерно звучит так, что вот есть один политик, который как бы раньше был мезомосковий, был в приоритете у Москвы, а сейчас как бы его место занял ШОР. Но вопрос, а почему директор СИБА занимался отбеливанием Игоря Дедона? Потому что это предложение, оно конкретно конституции Игоря Дедона. И самое главное, запишите это себе, и потом к концу лета, в начале осени, этот отрезок, я думаю, сегодняшней программы вашему телеканалу пригодится. Я заявляю вам со всей ответственностью, что буквально за последние дни, значит, Дедон с представителями партии ПАС и с иностранным гражданином, который работает, советником Майя Санды, сегодня, согласовали список в том числе депутатов партии социалистов, которые, как Дедон говорит, мешают ему контролировать партию, слушаются русских и так далее. А кто мешает Дедону контролировать партию? Вот эти депутаты, журналисты и блогеры, которых он список создал, мне тут нечего думать, этот список создал Дедон, а не я. Значит, и цинизм заключается в том, что, опять же, имитируя борьбу с властью, потому что делает Дедон, борьба с коллективным западом, санду такая, санду сякая и так далее, в то же самое время для того, чтобы он не сел в тюрьму по уголовному делу энергоком и по некоторым другим, значит, он сегодня пошел даже на то, что он сдает уже не просто граждан нашей страны, а своих депутатов, тех, кто сегодня против любых коалиций ПАС, там есть такие социалисты сегодня, и среди депутатов, и в районных организациях. Вот этих всех людей большая часть, она, к сожалению, пострадает, из-за того, что, как при Плохотнюке, он боролся с властью, нас снимали с выборов в 2014 году, Игорь выходил, осуждал там Плохотнюка, Филата за то, что нас снимали. Меняли возраст президента в 2016 году, он опять осуждал, хотя в то же самое время он ночью принимал участие в обсуждении снятия нас выборов парламентских, изменения возраста на президентских и не только. А его шантажируют уголовными делами или это его личная инициатива? Нет, его шантажируют первоуголовными делами, два. Ключевое условие ПАС и конкретно Майя Санду, потому что она отказывается, по крайней мере, до сих пор она с ним точно не встречалась, заключается в том, что он должен прогарантировать, что если у русских будет кого-то они определят общим кандидатом на президентские выборы, то он должен по-любому у них участвовать независимым, потому что для Майя Санду это самый удобный политик для того, чтобы выиграть с разгромом во втором туре и остаться президентом еще на один срок. Поэтому у них, скажем так, взаимовыгодная ситуация. Так же, как они в парламенте как-то проголосовали, вы помните уголовное дело, когда Дадон хотел уехать с ребенком за границу и начали скандал из-за справки, которая была. Так вот, все пропустили, но ПАС сделал все необходимые изменения в законодательстве для того, чтобы это правонарушение из категории уголовного перешло в административное. И это было не так давно. Господин Уссад, вы доверяете вашим источникам? Нет. Вот у вас есть очень много информации. Тот встречался с тот, тот ходил в квартиры, вы были на одной передаче на этой неделе. С момента, как это касается, меня не интересует все, что происходит за кулисами политической жизни страны. Но есть ли это такие события? И не важно-то. Отчет Кролл, первое, второе, про которые говорила вся страна, а почему-то вытащил его я. Когда появились, все знали в стране, что есть параллельный рынок, где одни покупали газ по 10-12 лей, а граждане страны, включая вас, платили по 29, после чего власти пришлось уступить и сделали 18 лей тариф. И сегодня, если кто-то, любой политик, и не важно, как его фамилия, новый блок, который создали в президентуре проевропейских партий, чтобы поддержать Майю Санду, скоро появится еще один. Я вам даже еще одну скажу. Эти блоки, они выдвинут своих кандидатов, и вы увидите, как незадолго до президентских выборов они начнут отзывать своих кандидатов в связи с русской угрозой, и так далее, и так далее, в поддержку Майя Санду европейского. То есть, вы поймите, эти сценарии, они связаны и с сегодняшней ситуацией в нашей стране, и с тем, что в ней произойдет. Я, в отличие от других политиков, хочу жить у нас дома, хочу жить у нас в стране, и мне не все равно, кто и как нами руководит сегодня, и собирается руководить следующие 4 года. И не важно, это президент страны или какие-то политические партии. И я всегда разоблачал тех, которые привыкли за 30 лет наших людей считать идиотами, и каждый раз показывать какую-то борьбу. Это то же самое. Помните, во время Воронина, как все, Воронин говорил, что он не может посетить могилу родителей в Приднестровье, потому что он там под запретами, и так далее. Но количество сотни фур сигарет, контрабандных, окорочка, спирт и так далее, работало круглосуточно. Понимаете, вот от этих политиков, которые по телевизору борются, а вечером сидят, делят деньги, тем более, если это народные деньги, я молчать и молчать не буду. Я не ищу никаких политических дивидендов. Я принял для себя решение, что я должен идти вперед. Вот сегодня многие люди протрезвели, политически имеется в виду. Многие люди начали понимать, как и те же русскоязычные граждане, очень многие голосовали за пас, как жест протеста против Додона. Они никогда не были фанатами. Так же, как многие люди, которые со мной когда-то голосовали против Додона на президентских выборах, сегодня люди во что верили? Выходили сначала Додон, потом Майя Санду. Говорили, мы не будем щемить русскоязычных граждан. Кто-то празднует День Победы, кто-то День Европы. Все все красиво обещали, когда приходили в власти, про это забывали. Понимаете? Поэтому, но в отличие от других политиков, мне никогда не было стыдно, родители, извиниться, если я где-то ошибся, как, например, на президентских выборах, когда в 2016 году в приемной в бане у меня сидел Додон, мой день рождения перед вторым туром, или когда в 2021 году, после всех этих коррупционных схем, после всего того, что Додон устроил меня, в том числе уголовно, за пределами Молдовы, я голосовал против Додона, но я сейчас осознал, что я никогда в жизни больше не буду за кого-либо или против кого-то призывать. Вот если я не окажусь во втором туре, это я говорю журналистам, даже не вздумайте спрашивать меня, что мы будем делать, потому что потом я страдаю действия тех политиков, которые приходят в власти, поэтому в жизни нужно отвечать только за себя и за доверенных людей. Господин Усатый, вы на этой неделе в эфире одного из частных телеканалов заявили, что единый оппозиционный кандидат от левых партий будет назначен после 9 мая, но не в Молдове. Мой вопрос, кого еще из кандидатов назначат не в Молдове? А у нас, скажите, пожалуйста, а что, действующий президент страны Майя Сандр выдвигается в Молдове? У нас же до юра все проводят съезд, консилию национал политик. У нас за 30 лет молдавской политики окей, я не могу говорить про то, что было до 2004 года, но с 2004 года, то есть по сегодняшний день за 20 лет, все эти процессы, в которых участвовал я или какие-то мероприятия, на которых я присутствовал, всегда в разных странах мира, в разных кабинетах, но с общей приемной заходили по очереди молдавские политики. И поверьте, не важно, это Бруссель, Москва, Вашингтон. Сегодня все хотят иметь кого-то своего. И это не только в Молдове, это во всем мире. Поэтому наша страна пострадала больше всего из-за того, что некоторые политики в прошлом хотели принять, например, хорошее решение для нашей страны. Но из-за того, что, знаете как, это то же самое, когда, какой пример бы вам привести, и президент Додон, и сегодняшний президент Майя Санду, они пассажиры в автотранспорте, то есть, они сидят на переднем пассажирском сидении в президентуре, но роль находится не у них в руках, понимаете? То есть, да, и Додон был президентом. А скажите, пожалуйста, а Тимофти когда был до этого президентом? Что Тимофти был человеком, который появился из-за того, что провели какой-то праймерис. То есть, я помню эти встречи, о которых мы обсуждали публично, неоднократно, когда Филат искал того, кто будет слушаться его, а Плохотнюк искал того. В результате они остановились на Тимофти, потому что Плохотнюк считал, что будет через его наплежку бывшего председателя Кортия Диапел контролировать Тимофти, а Филат с другой комнатой разговаривал с Падурару и говорил, Туси Гурас контролировать Тимофти и так далее. То есть, у нас всегда так было, понимаете? То есть, поэтому я считаю, что сегодня для блага наших граждан, если они хотят реальных перемен и чтобы президент страны был рупором народа, я не говорю сейчас про себя. Но люди должны идти голосовать за того, которого никто не контролирует. Ни в Москве, ни в Вашингтве, ни в Бухарест. А кто контролирует Рената Усатова? Послушайте, Рената Усатова единственный мой контролер, ревизор, это граждане Республики Малома с более широкими полномочиями, чем у народа. Есть один единственный человек, моя мама, которая может себе позволить ночью то, что не могут позволить граждане страны. Знаете, когда она звонит, ну, ругает меня, как любая мама своего ребенка, где она там со мной не согласна. Понимаете? Плюс, мне 45 лет. Вы поймите, я прожил очень насыщенную жизнь и в свои 45 я видел больше, чем многие в 70, а некоторые никогда не увидят. Поэтому, если меня никто не сделал ручным до 45, поверьте, это уже такой слишком большой возраст для того, чтобы в 45 кто-то смог это поменять. Меня пытались, как и поверьте, ко всем политикам ходят представители разных стран, для тех, кто представляет интерес. Уверяю вас, что ко мне, мне лично, поступали абсолютно разные предложения в разные годы. Да, приняв эти предложения, я мог бы быть сегодня на каком-то политическом троне, неважно, в какой должности. Но, вы понимаете, для меня самое ценное сохранить себя, и чтобы, когда я буду сидеть у вас в этой студии, через 5 лет, или через 10, через 15. Сегодня ваш телеканал по-другому называется. Возьмите любой отрезок из программ с вашими коллегами, когда я пришел в эту студию первый раз в 2014 или 2015 году, и вот задайте мне любой вопрос из старых видео, и я вам на него отвечу без подготовки. Знаете почему? Потому что у меня не было политехнологов, кураторов, кто мне пишет речи, как людей дурить, как смотреть им в глаза. Я некоторые гостей у вас вижу, которые так профессионально уже сидят, как эти, на программе, как называется программа, битва экстрасенсов, которые сидят там, знают, когда грустить, когда махать рукой, когда кричит. Для меня это мерзко, дико. Я такой, какой я есть, плюс, я, может быть, был всегда волком в молдавской политике, но, как я говорил, волк от льва, тигра и других подобных отличается тем, что вы никогда не найдете ни одного ролика, где волк выступает в цирке. Вы найдете про львов, про медведей на велосипеде, про Курканова, Реси Туре и так далее. Понимаете, поэтому так и живем. И, поверьте, меня бы не били так все эти годы, когда, например, у нашей партии самая сложная задача сегодня выжить, политически, почему? Вот смотрите, власть сегодня критикует пророссийские партии, правильно? Ну, там, со связи с Москвой, там, поездки и так далее. Пророссийские партии вместе с их кураторами ругают проевропейскую власть и их кураторов. Наша партия, и я в том числе, мы получаем с двух сторон всегда. То есть, вы не найдете любви к вам ни в правых СМИ, ни в левых, потому что мы единственные сегодня, которые отстаивают свою позицию, как я говорил, с 2014 года я продвигал единственный вектор. Векторы дизволтерии национали, векторы национального развития. Мы должны зарабатывать как страна. Я не могу сегодня слушать то, с чем пришел ГИМПу. Я просил с ним встречу, будучи бизнесменом в 2009 или 2010 году, Урикян был частью этого альянса. Я попросил встречу, как человек, который разбирается в железной дороге, ну, точно больше ГИМПу и Шалару, но тут министр транспорта. С чем они вышли тогда? Разделить железную дорогу на три госпредприятия. Государственное предприятие пассажирские перевозки, Марфа грузовые и госпредприятие инфраструктура, то есть вокзалы. Я говорю, это убийство. Имеем пример соседней Румынии, где они во многом преуспели, но на железной дороге катастрофа. почти во всех странах мира 99%, Радик, чтобы вы знали, пассажирские перевозки убыточны. Они, потери компенсируются за счет грузовых перевозок. То есть, и сегодня, что делает ПАС? Я услышал их пару недель назад, то, от чего я отговорил ГИМПу. Надо признать, мы поговорили с ним тогда 40 минут, я пришел, как бизнесмен, меня не было в политике, еще раз, 2009-й лидер, я проработал на железной дороге, сегодня с ними связан, пожалуйста, не убивайте молдавскую железную дорогу, это ее уничтожит. Вот сейчас ушел Тафилат, ушел Мирон Улянович в Гагауз, там массово увольняются специалисты после Гагауза, и вот, пожалуйста, они сегодня хотят три госпредприятия. Это убьет железную дорогу, вы понимаете? Потому что сохранение железной дороги в любой стране, это ключ к будущему где каждый путь соединяет людей, возможности, города. Как вы, вот, Рената Усатый, видит железная дорога в будущее? Может, там нужен большой и крупный инвеститор? Значит, смотрите, по железной дороге и аэропорт, почему я считаю циниками любую власть, которая предлагает избавиться от таких объектов, я объясню вам, почему. сегодня государство, Республика Молдова, при любых властях, просто при власти ПАС сегодня они преуспели в количестве кредитов, да, и внешних, и внешних, и внутренних займов. Значит, скажите, пожалуйста, когда страна взяла непонятно на что, там, более миллиарда евро кредитов, а нам по телевизору говорят, что у нас нет 6 миллиардов лет, а всего лишь 300 миллионов евро, например, для развития аэропорта. Вы поймите, любой финансовый институт в мире государству будут стоять в очереди предоставить финансирование на качественных, на выгодных условиях для Молдовы. и под аэропорт, и железную дорогу. Боятся работать с многими частниками, они смотрят, там, что за частная компания, кто акционеры, кто они такие. Но сегодня, если есть правильный бизнес-план, когда в 2007-2008 году, когда я уже имел какой-то опыт, в том числе строительства железных дорог в разных странах мира, организовывал массу процессов, значит, мне непонятно, почему со времен коммунистов поезд Кишинев-Окница, он должен идти час, десять, час, пятнадцать. Понимаете? Ну, потому что инфраструктура такая. А нет, там все взаимосвязано. Понятно, что это инфраструктура и так далее. Но на это можно брать деньги. Сегодня, например, я еще там, в 2009-м в 2010-м году, опять же, не будучи в политике, но говорил молдавским политикам. Не нужно есть 15-20, ну, то есть широкая колея, советская, как ее многие называют, да, хотя она присутствует во многих, например, почти во всех балтийских странах. Ее никто не демонтировал, не заменил на узкоколейку, там, на европейскую колею, как ее называют по-простому. Значит, давайте будем первыми, которые пустят параллельно европейскую колею, потому что тот же поезд, например, там, Кишинев-Бухарест, вот это переобувание на границе, где людей там подумают, спускают, из-за этого выходят и строят там периодически куча там всяких там специальных запасных частей. Мне не с кем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, с кем мне говорить сегодня? Вот вы знаете, сегодня всех руководителей страны, неважно, это министры инфраструктуры или другие чиновники, они не понимают, они не понимают, что у нас десятки железнодорожных станций в стране, которые можно облагоустроить с привлечением частных инвесторов. Так. В течение четырех лет можно сделать все станции в стране. Вы поймите, сегодня в мире везде конкуренция между автомобильными перевозками и железнодорожными. Поверьте мне, что люди, особенно в районах, из половины ржавых автобусов 20-летней давности, на которые они ездят, ну, с перебитыми номерами, якобы им там 7-8-10 лет, они бы с удовольствием переехали на поезд. У нас уже давным-давно, что Кишинев-Бухарей, что Кишинев-Одесса, значит, это Кишинев-Одесса, я еще раз, не я говорю, а это расчеты специалистов. Вы понимаете, например, окей, сегодня там война, не можем обсуждать там туризм в Одессе, но Кишинев-Одесса, Радик, это должно быть 50-52 минуты. Вы понимаете, какой бы трафик людей был, если бы они утром могли поехать прогуляться и вечером вернуться и так далее. С кем говорить? Поэтому, поэтому сегодня моя задача, чтобы к парламентским выборам представить не только проекты, про которые я вам говорю, но и, самое важное, специалистов, которые это будут реализовывать. Наши люди были настолько обмануты за последние 30 лет, что сегодня им нужно показать не просто лица, а про каждого кандидата в депутаты, на должность министра, показать, чего добился этот человек за свои 40-50 лет жизни. Потому что у нас куча новых лиц, как, например, сегодняшняя партия ПАС, и так далее. Но люди стали министрами, они никогда в своей жизни не открыли даже киоск по продаже бантиков или сахарной ваты. Господин Усатый, а у нас еще остались специалисты в стране? Сегодня самая большая миграция специалистов за всю историю молдавской независимости. Сегодня в соседнюю Румынию переезжают владельцы компаний с директорами и сотрудниками, потому что они говорят мы не можем больше работать в таких условиях. И это самое страшное сегодня. Поэтому сегодня без того, чтобы создать экономическую выгоду и в прямом и переносном смысле что для наших гастарбайтеров за рубежом, что для компаний, которые уехали вместе с специалистами и тем более для инвесторов зарубежных, у нас в Молдавии ничего не поменяется. То есть мы сегодня вот эти радикальные методы борьбы например с мафией как они говорят с шорами и так далее что за наличные деньги сегодня практически ничего нельзя купить. Я говорю про недвижимость автомобили и так далее. Они говорят так есть во многих европейских странах. Ребята, но в других странах которые вы нам приводите пример половина населения не находится на заработках. В странах Евросоюза, США, России и так далее. Понимаете, то есть да, у нас сегодня страна, где больше более полутора миллиона человек зная слово заработки. Вот как после Великой Отечественной войны не было семьи, которые бы не затронули последствия Второй мировой войны. Вот у нас сегодня нет ни одной семьи, у которой бы в семье не было бы кого-то гастарбайтерами. неважно, отец, мать, дочь, сын, там, кумнат, родная сестра или брат. Понимаете, поэтому, если есть эти люди и у этих людей еще раз сегодня говорю, потенциал этих людей это миллиарды евро, которые они в Молдавии собирали, отправляли поездами, проводниками, через знакомых. И сегодня эти люди ничего не могут сделать с этими деньгами. Послушайте, я не говорю сегодня это правило вводить для всех. но если вы принимаете закон и вы видите у нас сегодня все-таки живем в 21 веке, никто не считает на счетах сколько граждан Молдовы выехало за границу, сколько въехало и вы видите официально, что гражданин Иванов появляется в Молдавии только раз в год, на Пасху, на Новый год и так далее. Человек не является налоговым резидентом. Дайте этим возможность людям до 200 тысяч евро, как это было, покупать недвижимость, автомобилей, потому что это влияет напрямую на развитие нашей экономики и сегодня увидите, у нас просто в течение года вот как строительные компании перебираются в Румынию и не только, будет падать спрос на жилье, вернее продаваться будет, но в разы меньше. Зачем? Зачем они это делают? Любой их шаг сегодня это знаете, вот все, что делает Пасх это как садовник, который поливает сорняки и сидит, смотрит, ждут, пока расцветут цветы. Понимаете? у меня одно, вот чего у меня не было и у нашей партии никогда не было в программе, вот у нас все говорят придем в власти посадим предыдущих. Так. Ну вот этих посадок что-то не произошло особо у нас. Были какие-то... Наша партия не будет никого посадить. Нет. Как мы понимаем. Я хочу, я считаю, что нам придется вводить в уголовный кодекс статью пендруя инкомпетенция. За некомпетенцию. Ну потому что сегодня слушать потом спыну, а я не знаю, что газ можно покупать не так много, а мы купили в 4 раза больше. Давайте мы проведемся на короткую рекламную паузу, потом закончите ваши мысли. Скоро вернемся, останетесь с нами через несколько минут. Продолжаем наш эфир. Сегодня у нас Рината Усатый, господин Усатый. А давайте вернемся чуть-чуть к президентских выборах. Ходят слухи, что у Усатого не так много шансов на этих президентских выборах. Что вы на них ответите, и кто из оппозиционных политиков может быть на предстоящих выборах достойным и сильным соперником действующих президентов? Вы знаете, я абсолютно открыто всегда говорил и про шансы, и про проценты других. сегодня сегодня вся битва будет разыгрываться между тремя игроками. Кто бы там что ни говорил. Один игрок это Майя Санду вместе с Европейским Союзом в США и всеми странами их партнерами. С другой стороны будет кандидат, который будет называть себя типа независимым, потому что из-за войны в Украине таких открытых предвыборных кампаний, как было до войны в пользу России или со стороны России не будет. То есть кандидат, который поддержит какое-то количество партий и будет проект России и в центре буду я, который будет объяснять людям, что имея правый корабль, выходя из порта, будет крен вправо, имея левый будет влево. Насколько я смогу это объяснить, и насколько я насколько большое количество встреч я смогу провести в территориях и так далее. То есть вот вам вся картина, которая есть сегодня. Я как и на прошлый выбор меня спрашивали, ну вот как, меня даже в процентах спрашивали, я говорю, послушайте, сегодня там пресса Дадона ставит там одного на третье место, другой на четвертое, мне там все давали пятое, да? Я говорю, нет, я на третьем месте, пока, к сожалению, только там 15-17 процентов. И так оно и произошло. Понимаете? Поэтому решать будут, безусловно, люди, но вся битва будет в запад, восток, и попытаемся ставить позицию в центре, объяснить людям, что, ребят, не нужен стране, ни про европейский президент, ни про российский, ни про сомалийский и так далее. Выберите человека, который будет переходить, выходить к вам и говорить правду. неважно, это тарифы на газ, либо другие беззакония, которые сегодня творятся в стране. Вот я, не имея сегодня полномочий, мандата, возможности, вот Майя Санду, как и раньше, Додону докладывал службой информации безопасности. Правильно? Скажите, пожалуйста, сколько таких информаций, важных, для того, чтобы их знали граждан страны, представил в свое время президент Додон или сегодняшний президент Майя Санду? Почему? Потому что вот эти огромное количество интересов для одних или других. У меня этих интересов не было и нет. Поэтому люди будут решать. Вот все яростно защищают бывшего генерального прокурора Александра Стояногло. Как вы думаете, эта фигура могла бы стать центральной для оппозиционных сил? Есть ли шанс, что они смогли бы объединиться вокруг такого единого кандидата в президент? Вы знаете... Потому что есть разговоры очень много про единый кандидат. если... Я вам так скажу. Александр Дмитриевич очень порядочный человек. Все... Я никогда плохого, кроме выданными всякими мерзостями пас и окружением Майя Санду про этого человека я никогда не слышал. То есть, вы поймите, если бы у меня была на этого человека хоть какая-то информация, вы бы ее услышали, не важно, полгода назад, год или три. Этот человек, которого решили покорить, еще раз, это правосудие, которое покоряется политическому давлению, и как я уже говорил, как просил, оно должно быть... оно не является инструментом справедливости, а является оружием угнетения. То же самое. Поэтому это очень достойный, порядочный человек. Я вам так скажу. Вопрос в другом. Кто будут все те, которые хотят поддержать? чтобы Александр Дмитриевич не пострадал, вот как его в свое время привязали к Платону, то, что сделала партия ПАС, что вот там слава привет, или слава до свидания. И вот абсолютно, тем более, под видеокамеры публично этот их разговор они интерпретили по-своему. Поэтому я вам так скажу. Если бы я был простым гражданином и увидел бы возможность, ну, что вот есть, например, Майя Санду с одной стороны, а с другой стороны Александр Стояногло. Я, безусловно, пошел бы проголосовал за Стояногло, даже не раздумывал. Еще раз, потому что я очень хорошо знаю историю этого человека, потому что, когда он стал генеральным прокурором, я никогда за ним не наблюдал, мне было интересно, что это за человек. Я считаю, что, еще раз, всю ту мерзость, которую... Ну, значит, есть шансы, вот, что простые люди проголосовали за Стояногло, если он будет с Майей Санду в втором туре. Я же вам очень честно сказал, что если бы он был, например, с Майей, я бы сидел дома как гражданин, естественно, я бы никогда в жизни не голосовал в таком случае за Майей Санду. А Александр Слуцар? Он на этой неделе объявил, что больше не является исполнительным директором Ассоциации Которого. Я ответил вам на вопрос про господина Стояногло, потому что он не является сегодня политической фигурой, он является сегодня генеральным прокурором, которого незаконно сначала отстранили, потом сняли с должности, и человек, который рано или поздно, я уверен, вернется на эту должность, только не при этой власти. Отдавать оценки там Александру Слуцару или другими, я не хочу. Потому что он получил якобы предложение на этой неделе стать кандидатом в президенты от правых сил, поэтому я и спрашиваю. Да какие там правые силы? Все эти блоки созданы в администрации президента, как и следующий блок, который будет создан. Меня это не интересует. Пусть все выдвигаются сколько хотят. А кого, по-вашему, можно назвать темной лошадкой избирательной кампании этого года? На будущих выборах? Да, о этих выборах в этом году. Да там все понятные игроки. Я не знаю, кого назвать темной. Из тех, которые понятны. Для меня лично все понятны. Не знаю, может, для кого-то кто-то темный есть. Для меня они все светлые, просканированные трижды и так далее. Господин Усатый, давайте поговорим чуть-чуть, вернемся, точнее, к словам главы СИБ. что Россия предпримет действие, чтобы референдум о вступлении Республики Молдова в ВС провалился. Вот я хочу узнать, как, по-вашему, кто или что на самом деле угрожает этому референдуму, потому что, допустим, тоже на этой неделе экс-премьер Молдовы Влад Филат сказал, что этот референдум о евроинтеграции он состоится, однако по завершении переговорного процесса с Брюсселем придется провести еще один плебисцит. Будет у нас два плебисцита? Если это все-таки состоится, хотя я считаю, что его не будет очень... Майя Санду отменит свое решение, вы видите. Майя Санду сама отменит. Я уверен на 100%. Потому что сегодня проведение этого референдума он не в их пользу. Я знаю, что их там западные консультанты очень серьезно настаивают, чтобы они отказались от этой идеи, потому что, во-первых, он может обрушиться. Два, при всей моей любви в кавычках к Филату, я здесь полностью согласен. Это абсолютно общедоступная информация, что еще один референдум, вернее, не еще один, а любые все нормальные страны, которые вступили в Евросоюз, проводили референдум тогда, когда было понятно, что они условно через неделю или через год должны вступить в Евросоюз. А референдум сейчас задуманный Майя Сандо, это такой референдум, давайте референдум с вопросом. Вы хотите, чтобы мы потом жили хорошо и богато через 20 лет? Ну что это? Просто какой-то абсурд, понимаете? Господин Усатый, генеральный примар Иоанн Чабан на этой неделе находился в Джусселе. Там он выступил с речью, в которой упомянул, что формирование МАН предлагало и продолжает настаивать на консолидации молдавского общества в округе идеи европейской интеграции, в том числе предлагая молдавским партиям подписать что-то вроде пакта Снагова, как это было сделано в Румынии в самом начале их евроинтеграции. Вот мой вопрос звучит так. Ваше формирование, господин Усатый, подпишет такой пакт? По сути. Вы знаете, вот то, что вы сказали, это борьба политтехнологов, которые постоянно кто-то что-то предлагают. Моя задача парламентский выбор, чтобы наша партия вышла с конкретными предложениями в реальном секторе экономики. Чтобы людям объяснить не только сколько, а и каким образом у нас появятся животноводческие хозяйства. Показать людям, какие достижения из Новой Зеландии, что мы можем из этого реализовать у нас. Взять опыт европейских стран, таких как Финляндия по системе образования. Хотя мне импонирует больше всего финская система и Япония. Я бы ее назвал более уникальным. А вот эти пакты с ногов, пакты с Вентокруси, пакты пентрупыни, суры, жинди кассы или вино заводской. Послушайте, я устал. Вот люди устали от этого за 30 лет. Им нужна конкретика. У нас всегда соревнования в пактах, в векторах, кто больше раз летает навстречу к Путину, кто больше летает раз к Оханесу, сколько тратит президентура. Я считаю, один из самых больших бредов. Сколько тратила президентура Додона на командировке, сколько строит Майосанду. в моем понимании, президент страны, например, он может тратить хоть 10 миллионов евро в год летать частными самолетами, жить в хороших отелях, выглядеть не как мальчик бомжеватого вида, а ты представляешь страну. Ведь людей что интересует Ради Ксения? Что этот президент принесет гражданам Молдовы? Понимаете? То же самое, как я говорю, я не боюсь платить будущему директору аэропорта 100 тысяч евро в месяц, если он будет зарабатывать миллионы для нашего государственного предприятия, в том числе для страны, увеличивая количество. Так же как гражданам Молдовы, им по барабану зарплата директора, им важно, сколько будет стоить билет на самолет, во сколько раз увеличится количество рейсов и так далее. Понимаете? Вот что меня сегодня беспокоит. А когда Майя Санду остат Лакуады Кудиаспора, значит она бездельница. Президент страны не может стоять три часа на таможне, значит у него нет проблем в стране. Почему я говорю, что Майя Санду очень хороший президент Швейцарии, где ничего не надо делать. Сумка Галбана, туфель Килуи Виттон, пенсионеры пьют кофе по 5-6 евро за чашечку. У них нет проблем с пенсиями, они не просят компенсации за газ, за свет, ажиутерный материал. Вот там бы она была хорошим. То есть Майя Санду была бы хорошим президентом в стране, где ничего не надо делать, где все уже сделано. А сегодня нужно в стране пахать, обувать сапоги, и где надо добираться над трактором, у нас есть населенный пункт, я хочу проинформировать куда доехать, особенно в зимнее и весеннее время, невозможно. Понимаете? Вот что меня интересует, а когда пакту Луион Чебан, Ваня ему удобно, он поймал пас в плен, каждый день дает им какие-то политические котлеты, те кугура уската выходят отвечают абсолютно на все, что Ваня говорит, и Ваня отвечает на все, что говорит пас. Скажите, что от этого меняется у граждан страны? В кармане, в холодильнике, дома. Поэтому такие вопросы не задавайте. У вас всегда бывает, я уверен, десятки аналитиков, партийных лидеров, которые во всем разбираются. Я не хочу, я хочу, чтобы страна больше не имела президента, ни того, каким был Дадон, ни такого, как сегодня Санду. Знаете, пилот, который не умеет управлять самолетом, но он сел за штурвал и все равно решает полететь. Что это? То есть государство строится не мечтами, а расчетами. А вы сторонник евроинтеграции? Нет, я сторонник, я точно являюсь сторонником европейской модернизации. Когда мы говорим про европейскую модернизацию, модернизацию, почему не европейская интеграция? Потому что есть вещи, с которыми я не согласен. Из так называемых европейских реформ. Я всегда с 14-го года отставил. Если, например, сегодня по животноводству, как я говорил, Новая Зеландия, одни из самых успешных в мире. Они не являются частью Евросоюза. Я хочу с ними сотрудничать. Если объединенные Арабские Эмираты сегодня неэтично будут говорить, но может быть как-нибудь потом. Я знаю про правительственные и государственные проекты, которые они финансируют в других странах. там выходят президенты, премьеры рассказывают про разработку вакцины и так далее. Но за ними стоит Эмират. Я хочу в бизнесе вы, например, проевропейцы. Вы проевропейцы? Вылезли. Знаете, религия, политика и ваши взгляды политические не дискуссируют. Я знаете, что имею в виду? Я имею в виду, что даже, поверьте мне, строители унионистов из Молдавии, по-другому приведу пример. Вот есть какой-нибудь унионист, который просыпается с фотографией Антонеску и ложится спать с фотографией Миши Гимпа. А он строитель, имеет строительную компанию. То есть, мы с вами уверены, что он унионист. Поверьте мне, что если где он будет покупать строительные материалы, для своих компаний или оборудование для своей компании, неважно, спецтехнику и так далее, если он унионист, он должен покупать теоретически в Бухаресте или как минимум в Европе. Правильно? Да. А я вам скажу, что унионист, если он реальный строитель и бизнесмен, и он увидит, что это дешевле у русских, он покупает у русских. В бизнесе не бывает прорус, прорус, европеан, унионист и так далее. То есть, вы же, когда создаете компанию, вы создаете ее, чтобы компания зарабатывала. Так вот, я хочу, чтобы сегодня наша страна, Республика Молдова, зарабатывала деньги, потому что это единственная возможность вернуть доверие нашим гражданам к Молдове как государству. Понимаете? Поэтому, если мне нравится система региональных больниц, системе здравоохранения в Германии, я это продвигаю. Потому что 30 с чем-то районных больниц, которые я бы сделал медпунктами, центрами оказания первой медицинской помощи, да? Ну, у нас что количество этих районных больниц, а извините, большая часть из них как конешни. Вот так они выглядят. Мы должны иметь, начать с трех очень хороших региональных больниц, про которые многие говорят, но, к сожалению, никто ничего не делает. То есть, сегодня, если мы можем сотрудничать с Китаем, мне не скажут ни американцы, ни европейцы, ни русские. То есть, если я увижу, что китайская компания пришла и дает нам кредит, не деньгами, нам не нужны деньги. У нас большинство кредитов некому осваивать в Молдавии, поэтому всегда воровали, воруют много, и могут воровать еще больше. Я хочу получить кредит от Германии или от Китая, у меня нет ограничений. Например, готовой дорогой. Я говорю про скоростную, про автомагистраль, аутострады. Послушайте, я хочу увидеть стоимость и сроки, чтобы не узнавать, что несколько миллионов евро у нас стоит иногда кусок дороги с односторонним движением. господин Усатый, и снова вернемся к заявлениям, сделанным господином Устяце. Так, вот что-то. Глава СИБ утверждает, что ложная информация о руководстве страны о ее европейском курсе распространяется через каналы в Телеграме и ТикТок. Да. Что делать? Запретить их на территорию страны? Еще раз, я бы запретил службу информации безопасности, как структуру для начала. А в Фейсбук и Инстаграм дезинформации нет? Как вы думаете? Послушайте, дезинформация есть везде. Поэтому сегодня, еще раз говорю, заявление господина Устяце, первое, одних запугать, два, как предпродажная подготовка к следующим специальным мероприятиям, которые они будут проводить. Самое страшное то, что есть люди, которых реально нужно наказывать за нарушение закона, но их не так много. А под эту гребенку они просто будут делать со всеми, чего не захотят. А как вы расцениваете законопроект депутата Лилиана Карп, который предусматривает введение наказаний для тех, кто позволяет себе нападки на первых людей в государстве и в социальных сетях? Вы знаете, Лилиан Карп, насколько я неизвестно, очень хорошо разбирается в карьерном бизнесе, к которому он имел и имеет прямые отношения. Пусть уже занимается тем, кто сколько со своими партнерами они все разбираются, кто сколько утащил с карьера и с природных ресурсов, которые бы я национализировал, таких как Карп и людей, которые за ними стоят. Вы поймите, что может говорить Карп? Что может говорить Карп, который ничем особо не отличается от всех тех, которые есть сегодня в партии власть. Вы меня больше понимаете, если бы вышел Карп и сказал, что современная академия наук это фундамент для строительства между на строительство Мостата, между прошлым, настоящим и будущим, который объединяет историю, культуру и инновации. Вот чего я жду, хотел бы услышать. Я говорю не про Карпа, про любого политика, да? Потому что сегодня мы говорим про пакту с ногов, про другие пакты, про какие-то референдумы, где политики сегодня хотят выудить для себя какие-то дивиденды и неважно для президентских или следующих парламентских выборов. Но никто не говорит про академию наук, да? Вы знаете, я когда до возвращения в Молдову я была возможность в разное время в разных странах познакомиться с сраженными людьми, да? Поэтому, может быть, у меня сегодня немного другой креатив, чем у тех, которые руководят страной. Потому что я знаю, что такое кризисная ситуация, знаю, что такое проблемы. Я знаю, что такое жить по 6-8 человек в съемной комнате у бабушки, когда мы все были простыми гастарбайтерами и так далее. Но в то же самое время, знаете, когда я познакомился, я помню, в один санаторий, вот я выбирал время в определенный санаторий, я ездил, например, с лауреатом Нобелевской премии Жорез Иванович Алферов, он получил Нобелевскую премию за человек, с которым связали на веки полупроводники физики и имя Алферова. То есть, откуда, вот я говорю сегодня про Академию науки, а может быть, бы тоже сегодня был бы Кокарп, который говорил про угрозы президенту, про карьер, или как утащить у какого-то бизнесмена 100-200 тысяч евро. Но разговаривая сутками с такими людьми, вот как Академия Жорез Иванович Алферов, к сожалению, уже несколько лет его как нет, значит, вот там я получил вдохновение, и у меня, когда я говорю про Академию науки, это не пустые слова, а это человек, который не из-за того, что он лауреат Нобелевской премии, но из-за того, что он там был еще младшим там научным сотрудником, мы обсуждали там, начиная разработка атомной бомбы там еще при Берии там много лет назад, вы поймите, вот я так рос, да, поэтому меня интересует Академия наука, а их интересует, что наказать тех, кто критикует сегодня президента. Давайте другое, у нас есть уже мачта, ну, на которой перед правительством, по-моему, Филат установил, рядом с памятником Гимпа, да, с камнем, давайте вообще вытаскивать людей, лом гищушка, 100 плетей тому, кто сказал, что Майя Санду это плохо, 200 плетей, кто шпыну назвал доминатором, 300 тому, кто возмущается ценами на газ, понимаете, они сегодня являются политиками, которые покупают крылья у пингвинов, это вот почти вся партия ПАС, да, где инвестиции высоки, но ты не можешь дешево сегодня купить крылья пингвинов, особенно у нас в Молдавии на рынке их даже нет, это какой-то спецзаказ и так далее, то есть, получается, инвестиции очень высоки, чтобы купить крылья пингвинов для ПАС, но шансов взлететь минимально, даже если они за миллион долларов купят каждую пару, вот и вся ситуация, поэтому я хочу досрочные выборы, и не то, что я их хочу, сегодня в вопросах есть этот вопрос, хотят 70% граждан Молдова, поэтому, когда я увидел ответы вчера или позавчера, я даже не стал отвечать, там есть этот юный парень, глава пресс-службы президенту, Болуцел, Андреан Болуцел, Аша, а он не глава пресс-службы, он глава кабинета администрации президента, это не важно, то есть, это ничего не меняет, значит, он ответил, мы написали же письмо в парламент, где они ответили пока, ни оппозиционные партии, ни власть, 30% депутатов, то есть, треть депутатов может инициировать референдум, законодательный, консультативный или конституционный, если вы все, социалисты и другие, коммунисты, боретесь с Майя Санду, почему вы сегодня не инициируете референдум с вопросом, хотите досрочные выборы или нет, второй вопрос, хотите вы или нет, чтобы Майя Санду, как президент страны, подала в отставку, это единственная форма, чтобы легально задать вопрос, потому что есть, ну, законом установили вопрос, что ответил этот, глава кабинета, Майя Санду, что в конституции, согласно нашей конституции, у народа есть право на референдум, то есть, при чем тут президентура, я отвечу этому, нехорошему человеку, может быть, как человек хороший, но как специалист нет, мы обратились к Майе Санду, как президенту, и ко всем депутатам парламента, почему, потому что они могут инициировать этот референдум, не собирая больше ста тысяч подписей по всей стране, как это будем делать, мы будем собирать подписи, но что у нас за оппозиция, которая не хочет провести референдум по вопросу досрочных парламентских выборов, это у меня уже вопрос, что у нас сегодня за оппозиция в стране, почему Майя Санду не хочет, я понимаю, чтобы не увидеть, потому что это будет, результат такого референдума был бы для нее разгромным, и на президентских выборах, и на парламентских, но сегодня молчит, к сожалению, оппозиция, понимаете? Господин Усад, а голосование по почте будет или не будет? Так, как они его сделали, я сказал, если они делают это только в нескольких странах, как они сказали про США и Канаду, эти голоса не должны иметь юридической силы, то есть они же называют этот проект пилотным или тестовым, в любом словаре мира, когда вы забиваете в гугле, тестовый или пилотный законопроект, вам везде написано, не должен иметь юридической силы, вон он слово, тест, тест-драйв, проверка, проверить неточности, какие проблемы возникают, сколько не дошло этих бюллетеней до Пошты Молдовы, сколько пришло с опозданием, несколько дней голоса не засчитали, вот что такое тест-драйв или пилот, понимаете? они после того, как развратили этот кодекс о выборах, над которым они работали в 2021-2022 году, они сейчас приходят и хотят США и Канаду, а что было бы, если бы Додон предложил только Россию и Беларусь в 2000-е, его бы на виллах вытащил бы, на улице тот же пас, поэтому, если это делать в диаспоре, то для всех стран, и не важно, это наши соседи страны, или там Китай, там США и так далее, включая Россию, поэтому, как пилотный проект, эти голоса не должны иметь юридической силы, вот как я говорил, значит, Ферре и эффекты журидич, это так правильно, я изучал, как это делали в других странах, вы поймите, сегодня они приводят примеры, это есть в некоторых европейских странах, есть, но они к этому готовились несколько лет, понимаете, поэтому сегодня это просто очередной дурдом, который они придумали. Поговорим о ситуации в прокуратуре, на этой неделе ВСП ответил главе антикоррупционной прокуратуры Вероники Драголин, я не буду цитировать все заявление, потому что там много текста, они выражают мнение, что подобные чрезмерные реакции противоречат уставу Совета международным стандартом и принципом верховенства права не соответствует духу демократических ценностей, существует риск подорвать легитимность и независимость Совета как органа самоуправления прокуратуры. Мой вопрос как вы думаете удастся ли Веронике Драголин пролить свет и все-таки узнать причину отмены этого конкурса? Если даже хочет успеть, ПАС ее давно решил эвакуировать и отправить обратно в США. Веронику Драголин? Да, конечно. То есть она в один день узнает, находясь в аэропорту, что ее вещи собраны, уже даже за нее сделали чекин и сдали багаж. То есть насколько я знаю, у них все готово для того, чтобы ее отправить обратно в сторону происхождения. Но это и внутренне меня это не интересует. Она стала неудобным человеком? Или слишком удобным. Меня это не интересует. То есть я там как бы увидел у них там в каких-то там отчетах их там каким-то там зарубежным технологам. Есть доступ к их отчетам? Послушайте, отчет это неправильно скажу. Ну, послушайте, ну вот так я прожил всю свою жизнь, что во многих странах я кого-то знаю. Поэтому неважно это кролл или когда там оказавшись там в другой там стране, когда там искали там наших пилотов и так далее. да, неоднократно показывал, что во многих странах мира знаю. Просто в отличие, вы поймите, я имел огромное количество контактов, будучи тем более в активном бизнесе, да? Плюс я особо никогда не скрывал, что если в интересах нашего государства, я, например, не могу бы там как все эти наши деятели надутые, я никогда не буду с Тукачевым шестеркой, кем является большая часть наших политиков. Но если это в интересах нашего государства, я готов сотрудничать хоть чертом, для того, чтобы страна наша была лучше. И то, что я знал до прихода в политику больше половины разведок мира и как бы об этом всегда никогда, в принципе, этого не скрывал, это тоже как бы откуда я знаю. У меня была работа такая, знаете, все знать. А давайте поговорим чуть-чуть и о фермерах. Национальная сельскохозяйственная палата. Фермеры уже спасены? Как вы думаете, господин Усатый? Вы знаете, одна из самых печальных страниц для нашей страны, что сельское хозяйство, которое должно быть иконой, визитной карточкой нашей страны, превращается просто в полигон, где постоянно политики ищут просто какие-то голоса, постоянно что-то обещая тем, кто протестует, тем, кто в оппозиции, те, кто власти старались ничего никогда не делать. я говорил, говорю и буду утверждать, что единственный вариант, чтобы не было проблем сельхоз отрасли у нас, это только тогда, когда они выдвинут сами своего кандидата в министр, Юг назначит своего секретаря, дистат, госсекретаря, центр своего, север своего, и дать возможность этой отрасли, чтобы ей занимались специалисты, выдвинутые специалистами, то есть политики не должны прикасаться. Любой политик сегодня или политическая партия, нет у нас сегодня партии, которая может в этой отрасли навести порядок. Я-то заявляю в себе ответственность. Давайте перейдемся на короткую рекламную паузу, потом продолжим наш разговор. Вернемся через несколько минут, останьтесь с нами. Мы вернулись в эфире, у нас сегодня в гостях Рената Усатый, господин Усатый. У меня вопрос, мы на последней стометровке этой передачи, но я очень хочу узнать наши телезрители тоже. Вот вы стали первых, заявили, что будете участвовать в президентских выборах этого года. Один из наших телезрителей написал вопрос на социальных сетях, это не мы задавали этот вопрос, это он. Вот вы верите, что можете победить или участвуйте для имиджа и хотите сделать задел на парламентские выборы 2025 года. послушайте, любой кандидат бьется за победу, но я вам реально оценил ситуацию, плюс вы увидите опять по результатам этих выборов. То есть, безусловно, буду бороться, чтобы не остаться на третьем месте, войти во второй тур. Потому что сегодня во втором туре Майя Санду может победить любой, кроме Додона, понимаете, потому что он единственная птица, которая осознает свой вклад в праздничный ужин для победы Майя Санду. Поэтому я буду биться еще раз. То есть, для меня просто участвовать, ну, что значит просто участвовать, это как-то не сильно. И еще один вопрос у телезрителей. Четыре года назад вы выступили против кандидата Додона, и в итоге Майя Санду победила на выборах. Потом люди увидели вас с желтыми цветами у офиса ПДС. В случае повторения подобного сценария, букет какого цвета вы купите осенью этого года? Значит, смотрите, я всегда, в отличие от других политиков, никогда не скрывал своих эмоций. И не важно, это связано с политиком или чисто человеческим. Я вас уверяю, что любая женщина, которая будет у нас в стране премьер-министром, президентом, спикером парламента, я обещаю, что буду дарить всем цветы, ну, в случае визуального контакта, так просто, я же не хожу никогда. Значит, я это считаю абсолютно нормальным. То, что сегодня Игорь Додон и некоторые там аналитики, которые ему помогают, придумали стратегию, что Додон проиграл из-за Усатова, он продал голоса Майя Санду, по заданию американцев и румын, это полный бред. И я выходил с цифрами, где, например, показывал те же бельцы, да, где в первом туре там за меня проголосовало 30 тысяч человек, за Додона проголосовало там тысяч, там, 10 или 12, не помню. Когда во втором туре за Додона проголосовало в два раза больше. А как же я продал свои голоса Майю Санду и в Бельцах и других городах страны, когда это видно по результатам. Я признал свою ошибку, что нельзя никогда призывать за чужих тебе людей, неважно, какая у них идеология, потому что я потом буду отвечать за все их действия. как меня вся страна связывала с кульками из-за кульков Додона, так же сегодня я получаю вот Майю Санду, ты помог, она вот смотри, сделала то, сделала. Поэтому я больше никогда в жизни не буду поддерживать чужих для меня людей. Если бы это был мой заместитель партийный, если бы это был какой-то боевой товарищ, это другой разговор. Поэтому если я не окажусь во втором туре, значит, даже больше не спрашивайте. Я имею в виду про других кандидатов. А Майю Санду да, принес ей желтые цветы, когда она проиграет президентские выборы, принес ей желтые, могу сместить с розовыми и с синими, если это кому-то поможет. Сделала цветы флаг Молдовы, это самое медпород, герба как бы у нас в живом виде у нас нет я не могу герб, но голова Дадона поместится в этот букет, это не проблема. Господин Усатый, вас можно назвать одним из экстравагантных политиков Молдовы. Вы стремительно вышли на политическую арену в 2014 году, затем ушли с нее и вот опять вернулись. Надолго ли это и какие планы Гренатул? Вы знаете, я думаю, что навсегда, потому что, объясню почему, но навсегда, я считаю, что в политике есть максимальный возраст, 65, это должно быть в любой стране мира, чтобы один не падал самолетом, второй не забывал внука на экскурсии в парке и так далее. Каким бы ты ни был современным подкованным, я считаю, политика 65 лет, значит, после этого может быть консультантом, советником там у кого-то, ну, из политики надо уходить. Почему я в этом уверен? Потому что ни для кого не секрет, я очень много лет прожил в России, да, значит, когда я брал паузу в политике, я объездил практически весь земной шар и я понял свою главную проблему, вот, которую не могли понять даже мои родители в 2014 году находили в Москве, когда ты уже живешь, у тебя свой дом, свой бизнес, там, какое-то окружение и так далее, а я почти каждую неделю летал в Молдову, то есть, я хочу жить дома, а если я хочу жить дома, ну, как я могу уйти из политики? Я бы не возвращался, если бы я увидел, наша страна процветает, строятся фабрики, заводы, животновойские комплексы, то есть, зачем возвращаться, кому-то мешать, да? Но, увидев и абсолютно бестолковую власть и такую же полумертвую, трижды перекрашенную оппозицию, у меня не было вариантов не вернуться, поэтому я буду идти до конца. Я могу летать по всему земному шару, и кто бы что не говорил про эти поездки, вот смотрите, усатый Дубай, усатый Мюнхен, усатый Питер, усатый... Послушайте, вы сегодня, если... Или ты живешь ногу со временем, а сидя в кабинете и читая какие-то доклады, ты никогда страну не построишь. Господин Усатый, спасибо, что вы согласились прийти к нам на передачу. 13 марта в 14.00 у нас протест у суд сектора Чентру, я приживаю всех граждан для того, чтобы мы добили нашу победу и чтобы власть, обязать власть задним числом понизить тарифы, так же, как задним числом они когда-то поднимут. Кто захочет, пожалуйста, 13 марта, среда, в 14.00 суд Чентру это возле месельсельского хозяйства. Просто это очень важно, потому что газ еще раз, протест не за меня и не для моих детей. Я оплачивал себе и всем своим родственникам газ без компенсации, без субсидий и так далее. Но есть люди, которые за него отдавали последние деньги. И вот за них мы пойдем бороться. Вы смотрели ток-шоу Шапки Зилия Радика Кравченко и мы встретимся с вами на следующей неделе в этой же студии. Но с новыми гостями. Для тех, кто не успел посмотреть нашу передачу, можно посмотреть ее повторно на ютубе на странице нашего телевидения или на странице в фейсбук, шапки Зилия. Не забудьте поставить лайк и поделиться, ведь это помогает нам подняться по алгоритмам ютубе, социальных сетей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин